Семен Альта, до какой глубины всей этой зимы? Ну, что я скажу? Слово зимы, я так понял, что, может, откутирует, как-то, может, не так выразился, но я совершенно рецепт о том, о посадках перед зимой. Наверное, да? А может, даже и после сертификации, может, весной, но я взял мне фотографию, которую я считаю одной из самых бесценных. Вот так выложу эти орехи, перезимовали, где? Лежа, просто упали и лежали до весны. Снег лежат, схожесть незакопанных. Ну, они, конечно, беззащитные, меня это удивляет, тем более мыши, почему не сожрали? Потому что вот этот вот, если так надо, приближаем. Вот этот, почти в центре, да? Сверенький, съедобный, ну, в общем, выпустил хвостик, то есть корень, и сейчас еще отрасти. Наверное, вот тот зелененький, тоже, почему-то, потому что не съели. Вот, но эти еще, видимо, давно. Вот передних и тех же условиях, сорт-то вроде бы один, это все с под одного манжурца, а посмотрите, результаты какие. Эти сгнили, а этот собирается сходить. А потом, никто их не собирался садить, они как хотят, так делают. Вот, смотрите, угол правый. Вот один, второй, второй, вот подряд зашло. Вот, видите, вот этот настолько зелененький, серьезенький, лопнул, что, наверное, он тоже будет расти. Ну, где-то в соотношении 1 к 4, 1 к 5. Это не закопанное. Закопаем на глубину 5 сантиметров, мы это будем ниже проходить, так? Это прекрасно себя чувствует. Отлеживается там достаточно широ. Уже засуха не так трогает, поэтому так закопал. Вот, и они дружно сходят. Ну, через несколько лет сбивают. Вот, подробнее будем говорить, но вопрос был такой. На какую глубину сеют? 5,5 сантиметров, одна крайность. А то мне говорят, сам Хольцер книги, а я проверю, Семена разбросываем, они сходят. Ну, Хольцер, это они, наверное, бесплатные, их, наверное, тысячи. Ну, зайдет 20, вот как здесь. 50. А да, они будут самые здоровые, самые живые, это те, которые не закопаны. У них корневая шейка на уровне земли, как положено. И весь штамп в воздухе, то есть, обеспечено 100% здоровье. Уже вот так закопано, здоровья не будет. Но мы это проходили. Тогда, что мне Семену Альтову написать? Сказать. Закопайте неглубоко, а дальше мы будем это проходить. Вот. Пока мы увидели одну крайность, увидели процент схожести. Смотрим. Я отвечаю, как его это, Семену Альтову. Вот. Хотя кто-то скажет, я все это знаю. Итак, однажды Сафронов, Антон Валерьевич, обратился, он оказался, он взял гектар. Ему надо было садить. У него, кстати, сейчас он молчу, но у него сад разрывается, благодарю. Вот. Я надеюсь, что когда я физически не смогу заниматься, что он продолжит все. Традицию, еженедельный вебинар. У него свой опыт накручивается. Вот. И вот получается, что он от имени своих 9 тысяч подписчиков, обратился к крупнейшему ученому. Вот. Я не буду называть ее даже по имени, отчеству, даже по фамилии. Неудобно. Почему? Потому что... А почему сейчас поймете? Но обратился и получил такой ответ. Что он это? Ну, точно так же задавал такой же вопрос. Железов-то говорит, что в идеале она должна быть на поверхности, но раз уж это большая потеря, то чуть-чуть символически прикопать, и тогда только у них будет корневая шейка там, где ей положено, и они будут многолетние. А чем глубже закопаешь, тем короче жизнь. А у нее черный по белому. 5-6 сантиметров. И вот получил такой ответ. Это я от того же Семенов. Почему? В принципе, верить мне на слово тоже нельзя. Но у меня есть фотографии, я показывал на любой фотографии, где-то для шейка. И там действительно получалось, что вот до 10 сантиметров закопаешь их 10 сантиметров под землей в стамп. А он потом сгибает, он на рассице под землей жить. Вот. И вот здесь случилось так, что она, наша дама, авторитетический садовод, нашла этакий компромиссный вариант. Он мне уже больше понравился. Вот. Почему? А потом оказалось, что она и Железова знает, и знает мои эти самые утверждения, мою там практику. Вот. Но ей полностью отказаться от ошибочной 5-6 сантиметров очень сложно морально. Я ее понимаю. И вот она написала, с сердцем ничего не случится. Вы знаете, она права, смотрите. Это, вот эту деталь я специально выделил, потому что она далеко не эта самая. Не эта, а наоборот, очень умная дама. Я за ним, она пишет, с сердцем ничего не случится. Я занимаюсь посевами ежегодно в течение 35 лет. проводила специальные опыты по глубине посева. При летне-осеннем посеве севе на глубину 5-6 сантиметров. Вот это минус огромный. Она не сказала, что это. Вот. Но здесь дальше компромисс. При весеннем посеве, после искусственной сертификации, на 2 сантиметра, вот здесь уже саженец проживет на несколько лет дольше. Да? Вот. А вот при посадке сеянцев, уже сеянцев, то есть, допустим, 1-2 года, на постоянное место, в 1-2 лет в власти, она обязательно проследит, чтобы не было загуляк, они вошли. То есть, почему ей можно верить? Ничего не случится. Год-два растут ее косточки, выросли. За год-два, как правило, даже на 5-6 сантиметров, если специально не поливаете, абрикосы, мало кто поливает, им это по барабану, вода. Вот. Они не успевают сгнить. Так? Успевают. А потом выкопали. А дальше она учится. Уровень почвы, значит, чтобы не было заблудна хранила шейка, уровень почвы должен начинаться там, для начала спиракорник. То есть, пересадка спасает от гибели сердца. Вот это, за это я уважаю, поцеловать готов. Именно вот за это, что у нее получается практика, она успевает их спасти. Я по-прежнему считаю, что вот это, лучше бы она отказалась от этого. Ведь у нее 5-6 сантиметров, ну, допустим, супесь. Вода не держится. Здесь на такой глубине достаточно сухо. Быстро не сгниет. А у других-то, ой-ой-ой. А какая-нибудь генистая почва. Даже просто чернозем. Сыро, не просыхает. Почень быстро сгнивает. Уж поверьте мне. Она занималась специальным опытом, я занимался всю жизнь посевами. Вот. Опыт у нас примерно одинаковый. Мне кажется, вот здесь вот, вот здесь вот, она немножко неправа в том плане, что ей трудно отказаться вообще от этой затеи, от 5-6. Вот. Ну, давайте теперь. Мне не трудно. У меня таких материалов море. Первый, который я нашел. Выращивание из косточки абрикоса трудности не вызывает. Вот. Смотрим дальше. Читаем. Сохраняем высокую скорость на протяжении года. Смотрим, это не все, а самое главное впереди. Соградь необходимо поздней осени, даже начали зимы. Не отрицаю, если мыши не сидят, если они не сгниют, зима-зима рознь, осень-осень рознь. Вот. Смотрим дальше. Вот я подчеркнул. Ну, это по ходу я вот где-то немножко так попинываю. А, кстати, грызуны не будут возможности утащить. А почему? Да, правильно, поздней осени в начале зимы. Уже может быть, правда, шансов, что грызуны утащат. Они любят это делать. Меньше. Согласен. И вот, наконец, высадка проводится на глубину 5,79. Вот так вот. Все эти км больше необходимы, правильно? Вот. 5,7 сантиметров. Вот чем беда. Но это еще не все, ребята. Бывают такие сайты, которые умные, полезные, перемежаются. Смотрите. Выращивание абрикосов в Белоруссии. Характеристика лучших сортов в Белоруссии. Смотрим дальше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова